Здравствуйте! Это программа ЖЗЛ, «Жизнь замечательных людей». Меня зовут Александр Гаврилов. Здесь мы обсуждаем замечательных людей, которые редко бывают однозначными личностями, да и мифами обрастают порядочно по пути к своему величию. Сегодня чрезвычайно противоречивая фигура, плохо понятная и малоизвестная, потому что загораживаема слишком многими проектирующимися на нее картинками. Это Саддам Хусейн. Тиран. Долгие годы вершивший судьбу Ирака и самого взрывоопасного региона в мире – Персидского залива. Иракский лидер, согласно данным журнала «Форбс», деливший третье место с князем Лихтештейна в списке самых богатых правителей мира – поклонник двубортных европейских костюмов, фильма «Крестный отец» и песен Фрэнка Синатры. Кровавый диктатор. Писатель и философ в одном лице. Его называли Гитлером Багдада. Лучшим врагом Америки. Худшим другом Советского Союза. Суницкий двойник Сталина. Человек, чье имя Саддам означает «тот, кто противостоит», был казнен по решению проамериканского марионеточного суда. Вот такой портрет рисуется, во всем случае, досужему сознанию при упоминании слов Саддам Хусейн. Так ли это однозначно? Что это был за человек, что это был за политик? Мы сегодня будем разбираться при помощи наших гостей. Александра Шумилина, руководителя Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Российской Академии Наук. Договорил. И политик Алексей Митрофанов. Здравствуйте. 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 Мифы о Хусейне формировались и СМИ, и, если я правильно понимаю, в общем, мировым политическим искусством. Был ли Хусейн тираном, как его стараются представить одни? Был ли он выдающимся политиком и любимцем своего народа, как пытаются сказать другие? Алексей, вы, если я правильно понимаю, много раз встречались с Хусейном лично, Я встречался с ним лично, с членами его руководства, и в какой-то период времени, вплоть до, собственно говоря, начала войны в 2003 году, мы находились в контакте. Это фактически с 92-го года, с ноября месяца до 2003, 11 лет. Да, 11 лет мы взаимодействовали. Здесь могло быть началом прекрасной дружбы. Ну, она и была, насколько в политике бывает дружба, ее особо не бывает, бывают какие-то интересы общие. Дело в том, что Советский Союз много лет сотрудничал с Адамом, потом эти связи были утрачены. Наша задача была, идея наша была, эти связи реанимировать, в том числе и в деловой сфере. Ну, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, да, он, это был жесткий режим. Тут вопрос слов «тиран» или «жесткий режим». Кто не отрицает, что это был жесткий режим, можно сказать, тиранически, если это тоже применимо. Но возникает вопрос, а где мягкие режимы на Ближнем Востоке? Где просвещенные режимы на Ближнем Востоке? Я их не знаю. Даже те, с кем сейчас американцы активно сотрудничают, там ничего мягкого нету, да? Ничего мягкого нет. Ну, может, в Эмиратах, по крайней мере, мягкая обложка, да, так сказать, есть. Но в Саудской Аравии все по-жесткому, в Катаре по-жесткому и так далее, по списку. Нигде там нет ни демократии, нигде там нет свободы в европейском понимании. Поэтому надо понимать, с чем сравнивать, да, так сказать. То есть, он был не хуже, не лучше своих соседей. Александр, вот не хуже, не лучше своих соседей, в то же время это человек, которого старательно именуют Гитлером арабского мира, злодей? В моем восприятии скорее злодей, да, чем нормальный политик, ни хуже, ни лучше. Вот в этом смысле я готов поспорить, потому что у меня другой угол восприятия этой персоны. На протяжении тоже двух десятилетий я отслеживал его деятельность, испытывал порой на себе. Но, слава богу, не в самом Ираке, в соседних странах видел последствия его деятельности, особенно военной активности, особенно агрессивных акций, которые он предпринимал. Что происходило? Я боюсь, что наши слушатели, зрители в некоторой мере позабыли, что происходило. Конечно, конечно. Очень важно, значит, ответить на вопрос, что такой же он, как и все остальные, или нет. На мой взгляд, конечно, нет. И дело там не в различии идеологии между монархами соседними, с Ираком, да, и им, как националистам. А дело в жесткости режима. То есть, такой жесткости режима, в общем-то, такой степени жесткости, трудно... В Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии. С ее традициями, отсутствием парламента. Нет, ну вот так, чтобы начать международную войну из-за того, что соседи по неправильным ценам... А вы знаете, что Саудовская Аравия, и наш сегодняшний собеседник это прекрасно знает, бомбит в Йемене. Просто об этом не пишут. Нет, 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 нет. Это немножко другая ситуация. У нас есть прямо сейчас... Прошу прощения. У нас есть прямо сейчас звонок по скайпу из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, да, да. Меня зовут Гумер Исаев, я руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока. Вот как вам, как аналитику, кажется, был Саддам Хусейн душегуб и кровопийца? Ну, вы знаете, подобные формулировки, они, в общем-то, не совсем подходят для анализа личности в истории. Безусловно, если смотреть, в общем-то, на этот вопрос, исходя из каких-то вот таких вот журналистских сюжетов, да, то, наверное, да, был. Но, безусловно, надо оценивать эту личность в том историческом контексте, в котором она существовала. Давайте посмотрим на историю Ирака, как он существовал в этот период, какими сложными задачами решало руководство Ирака. Поэтому Саддам Хусейн, безусловно, был эффективнейший политик. Мы это можем видеть на примере роста, колоссального роста иракского хозяйства. Речь идет не только о тех ценах на нефть, которые дали это благоденствие нефтяное, но, безусловно, огромные средства были вложены в здравоохранение, которое было одним из лучших на Ближнем Востоке. В сферу образования тоже, безусловно, здесь просто потрясающий рост грамотности, да, 30% в Ираке было неграмотных, при Саддаме фактически до 70% дошло. Ну, а вопрос, в общем-то, тех мер, тех действий, тех способов, которыми добиваются в политике свои задач, это вопрос рядаический. Не забываем также о политической традиции страны Ближнего Востока. И, безусловно, здесь было правильно сказано о том, что давайте посмотрим на другие режимы. Да, вот недавно в Бахрэне давили восстание, да, вот население, пытки, там вот прочие вещи. Об этом просто никто не говорит. Тем не менее, вот, в общем-то, в определенном контексте все экраны, все, в общем-то, были направлены. То есть, Гумер, если я правильно понимаю, вы говорите следующее. Саддам был не самым страшным кровопийцем, а самым знаменитым кровопийцем Ближнего Востока. Это значит кровопийца, понимаете? Дело в том, что это тоже, опять-таки, это лирика. Надо оценивать личность по результатам и управлению. Окей, спасибо большое. Спасибо большое. Это был Гумер Исаев, аналитик Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока. Примерно понятно, ну, так, набросали, что такое или какой самый влиятельный миф у Саддаме Хусейни. А что сформировало эту личность? Вот, Алексей, если говорить о, так сказать, просто вот бытовых обстоятельствах, он был какой? Вы знаете, поскольку я рождение 62-го года и застал еще Советский Союз старых большевиков, работавших при Сталине, старых руководителей советских, скажем так, то мне было очень все понятно в Ираке. Ирак – это советская модель, Центральный комитет партии, отделы, ЦК, директора заводов, очень профессиональные люди, которые руководили заводами, люди, которые с мастера до директора проходили этот путь за 20-25 лет. То есть, стилистика этого режима была абсолютно мне... Ну, это был такой Советский Союз примерно начало 30-х годов, когда еще, когда государственные... Конечно, с коррекцией. Высшие государственные функции выполняют люди, еще недавно державшие в руках оружие и исполнявшие террористические... Нет, то есть люди, которые прошли подполье, да, партия, которая прошла подполье, потом пришла к власти. Значит, в молодости, прошедшие через тюрьмы, подполье и так далее. Это важный момент. Ну, а также через личное участие в покушениях... Ну, не без этого, конечно, но как большевики, но как левые эсеры, большевики, все через это прошли. Не все, там была интеллектуальная часть, которая этим не занимается, они прошли. А там был из простых таких людей, как-то, не бойтесь человека с ружьем. Он был человек с ружьем. От земли во многом еще. Ну, потом это, конечно, мифами обросло, но, по крайней мере, костяк политбюро составляли люди, прошедшие и познакомившиеся в нелегальных условиях. Исад Ибрагим, с которым у меня были особо близкие отношения, он как бы меня поддерживал всегда по ряду обстоятельств, член политбюро. Тахар Амадан, Тарик Азиз, там, и так далее. Это было как... И все имеют свои аналоги в сталинском политбюро, вот для меня. Вот, допустим, Тарик Азиз, это чистый Микоян. Он и внешне, и стилистический. И вот как... Я не знал Микояна, но я слышал о нем, читал, там, знаю его внуков, там, и так далее. Но это вот все аналоги. Если взять, что это Сталин, то... Вы говорили, что он от Сахи. Вот, ну, там, для зрителей. С чего он начинается? Вот, это очень важно. Очень важно. То есть он родился в очень бедной, даже это, наверное, не адекватное описание, в нищете, по сути дела, в семье, которая явно жила в нищете, в семье без отца. Как и Сталин, да? Интересно. Да, да, да. Вообще параллель со Сталином, она абсолютно, абсолютно работает. И он это чувствовал. Да, только вот и в психологии работает эта параллель со Сталином. Так вот, он родился в этой самой семье, страдал от нищеты, голодал. Говорят, подворовывал. Может быть, но важно другое. Это уже удовольствие подворовывать. А вот то, что он был избиваем своими родственниками и там вторым мужем своей матери, да, отчимом практически, да, вот, это очень важно, наказуем физически, страдавший и психологически, и голодал, и физически подвигался насилием. Вот откуда ненависть, определенная, да, жесткость восприятия внешней среды, оттуда она идет, эти импульсы, стремление ее утвердиться, да, через излом, слом этой внешней среды. И это как раз мы наблюдаем на протяжении всей его жизни, и даже когда он оказался в царском кресле, не будем это называть политбюро, это что-то поднебесное, то должности, то диктатор. Хотя у них было все политбюро очень похоже. Это, да, знаем как. Похоже, похоже. Вот, даже там он продолжал ломать ту действительность, тот мир, ту реальность, ломал в себе, у него были очень странные представления о многом, да, он достаточно много читал, его даже иногда называют чуть ли не поэтому, что достаточно смешно. Вот, он ломал политические реалия в ближневосточном регионе, да, оккупируя ту одну, пытаясь оккупировать одну, оккупируя другую страну, оказывая там поддержку радикальным движениям, террористическим группировкам. Вот, то есть противостояние с внешней средой. Это пошло оттуда, это пошло с первых дней рождения. Между прочим, он мог не родиться. Это тоже интересно. У нас есть возможность, есть такой научный эксперимент, сеть Spiriton.net, которая позволяет задать вопрос человеку, которого нет, вернее, его информационной матрицы. Посмотрим, насколько это хорошо работает в случае с Саддамом Хусейном. Можно нам включить лабораторию? Добрый день, уважаемые зрители, коллеги. Спасибо за теплый отклик в научном сообществе на наши эксперименты. Сразу говорю спасибо Джо Марчеллу. Хай, Джо! Сегодня нам помогают мощности университета с другого материка. Личность нашего собеседника обязывает. Мне пришлось получить разрешение органов госбезопасности. И уже только после этого я смог подключиться и соединиться с астральным полем Саддама Хусейна. Сейчас волнуюсь. На предварительный контакт с информационной матрицей бывшего иракского лидера я только что вышел. И надеюсь, это не была подсадная утка. Сейчас мы не только услышим, но и увидим его. Саддам? Опять из Советского Союза. Да, но не совсем. Из России. От имени бывшего советского народа выражаю вам свое сочувствие. Мы переживали, что вас лишили жизни не самым гуманным способом. Но теперь мы с вами можем общаться через Espirita.net, нашу меганаучную инновацию. Ну что, как вы себя чувствуете, товарищ Хусейн? Спасибо, уже лучше. Я даже рад пообщаться после долгого молчания. Знаете, у нас к вам есть несколько вопросов. Скажите, правда ли, что ваше детство прошло, ну, скажем так, в нелегких условиях? Или, не зная другой жизни, вы не замечали бедности? Как не замечать? Некоторые крестьяне из нашей деревни надевали обувь только когда достигали пункта назначения, желая хоть немного щегольнуть перед другими. Скажите, а правда ли то, что в детстве самым дорогим существом для вас была лошадь? Отца я не видел, а моя мать, потеряв и мужа, и сына, была уже не в себе. Хотела от отчаяния покончить с собой, когда был вновь беременна. Я с момента зачатия был в зоне риска. Детей собак ненавидел, слишком много визга. Я носил с собой железный пруд, чтобы обороняться от деревенских детей. А лошадь любил. Гриву ей чесать любил. И жене потом так же волос расчесывал. Вспоминал. Но в детстве у вас все же были друзья? Аднан, сын дяди Хейраллаха. Был на три года младше меня. Я сделал его министром обороны Ирака. Правда, что отчим Хасан бил вас палкой, выпочканной в Сомале? Было такое. Что посылал вас воровать? Промолчу. Что в 10 лет вы не умели ни читать, ни писать? Это нормально для той глуши, где я рос? Товарищ Хусейн, если вы не против, сейчас мы прервем беседу и продолжим через несколько минут. На все воля неба. Ну, честно говоря, не знаю, насколько информационная матрица Хусейна точно отвечает на вопросы. Хотя, с тем, что Александр Иванович говорил, очень монтируется. Что мог не родиться, что... Классическая биография большевистская. Нет, тирана. Помимо упомянутого Сталина, Гитлер, приблизительно те же самые обстоятельства, те же самые установки, повлиявшие на него. Ну, они все-таки заимствовали наш опыт. Он уже был и у нас. Кстати говоря, было бы интересно, если бы наш когда-нибудь рассекретили документы, связанные с Саддамом, созданием и помощью партии БАС у нас в этом плане немало. Это было в большей мере на наши деньги и с нашими консультантами. Ну, не на наши деньги, но мы помогали. Он же, он учился на курсах выстрел в Солнечногорске. Об этом никогда никто особенно не говорил. Он хорошо знал советскую историю. Например, мы говорили про Сталинградскую битву и так далее. Он, конечно, они были под советской матрицей с восточным уклоном. Допустим, встречи, резиденции. Вот наши госдачи. Вот один в одно. Только, конечно, с Шиком Восточным получше сделаны. Но дело-то не в этом. Эти формы зеленые, да, так сказать, это а-ля военные, в которых любил френчики, в которых любил там Сталин ходить. Все они были так одеты, члены Политбюро. У них даже была партийная форма, у меня дома где-то валяется, они подарили. Вот, так сказать, это самое. А приняли вас в партию? Нет, ну как, ну мы же были межпартийные связи, естественно, мы как бы там вот форму они там дарили и все. То есть очень похожа наша тема, да. Забор зеленый, какая-то резиденция, куда-то тебя везут, никто ничего не это самое, раз, все. Они в эстетике с восточным размахом, конечно, да, в эстетике они копировали Советский Союз, Политбюро. Ну, может быть, потому что это первое, что он увидел, сколько-нибудь значительно, уже быстро. Нет, нет, партийная товарища. Нет, дело в том, что нельзя забывать про идеологию. Все-таки советская идеология, это идеология того самого бедного человека, пастуха, который сделал карьеру, стал там кем-то. Это же, ну как, это же наша тема. Поэтому они считали, что они в этой эстетике. Они были нелегалами, они пришли к власти, они ради простого народа. Конечно. Вот интересно, Александр, нищих детей, которых колодят их отчимы, в общем, к сожалению, на этой планете довольно много. А тираны, получается, не из каждого. Какой путь от нищего неграмотного мальчика до тирана и властительства? Это путь целеустремленности и путь везения, разумеется. Конечно. Но, думаю, допустим, то, что Саддам, как он вообще вписался в этот процесс, о котором говорили, уже приблизился к советской эстетике и к Советскому Союзу как таковому физически оказался там. Писался очень просто. Питался участвовать в движении против Касома, там был ранен, а не убит, да? Вот случайность, да? Попали в ногу ему. Там есть прекрасная легенда, да, про то, как он оттуда скакал три дня на лошади, зубами рвала у себя из ноги пулю. Да, ну, предположим, а, ну, там даже 15 дней говорили, но предположим, что он мог и через сутки погибнуть от кровотечения, да? Сколько случайностей. Но, в конечном счете, он оказывается там через Дамас в Каире, и вот оттуда все начинается. Движение, так называемое, просоветское, под названием Насаризм, панорабское, опекаемое Насаром. Движение по преобразованию региона на социалистической основе, на основе арабского социализма при активной поддержке Советского Союза. И он уже оказывается в Советском Союзе именно от другой страны, да? Не от Египта. Не от Рака, от Египта. От Египта. Ну, не как посланец Египта, да, а опекаемый, да, по каналам тем самым. Да, он заканчивает университет египетский, и сначала школу, колледж, потом университет, но уже будучи партийным работником, нацеленный на подрыв режима со стороны Насара, да, нацеленный на подрыв режима королевского и там уже пришедших на смену королю Фейсалу, Касамов и прочих молодых офицеров, которые не вписывались в идеологию баосизма, насаждение этой идеологии, изобретение сначала ее, вот, и через Советский Союз. Вот его путь, если угодно, не совсем патриота, да, так сказать, патриота его не назовешь. Я когда читал биографию, перечитывал, готовясь к программе, я подумал, что больше всего это похоже даже не на Сталина, наверное, на Ленина с его бесконечными путешествиями по Швейцарии, там... Нет, это люди были заточены, это нам абсолютно понятно, люди заточены под то, чтобы взять власть, и все. Они в этом смысле сотрудничали с теми, кто им помогал. Вот, в данном случае помогал Советский Союз, ну и хорошо, они опирались на эту помощь, и, кстати, многие советские темы, вера в СССР и в Россию потом осталась в нем. Это сидело в нем, я помню очень драматический разговор с ним в 97-м году, когда он сказал, что могу вам назвать, кто будет следующим президентом США. Вот, там, вот у вас есть представление? Нет, нету, да? Ну, его будет звать Джордж Буш. Вот. А какие слова будут главные при этом президенте США? Ирак, и нефть. Вот. И они нам спокоя не дадут, если Россия не поможет. Допустим, в Китай он не верил, да? Он считал, что это проамериканское... Но странно, при этом его звали и лучшим врагом Америки, и худшим другом Советского Союза. Потому что Советским Союзом он так дружил односторонне вполне. Да, дело в том, что вот если мы обратимся к периоду на сломе 80-х, 90-х годов, это самый драматический момент в сломе всей его карьеры в перспективе. Ну, карьера — это жизнь. Жизнь обожителя карьеры не назовешь, да? Не то слово. Вот. Тут очень важно, что, принимая решение стратегическое, которое его привели потом к виселице по оккупации Кувейта, он во многом рассчитывал на уже начавшуюся собственную переориентацию на Соединенных Штатов. И для него было важно заручиться поддержкой США в том, что они не воспротивятся оккупации им Кувейта. Но в том, что касается Советского Союза, он был заранее уверен, что это будет одобрено даже при Горбачеве, что это будет автоматическим. То есть настолько близко и понятно ему было, то ли он был неадекватен... Это да, и даже Примаков, который с ним общался тогда, он говорил, что он уже был неадекватен тогда. Ибо он полагал, что реальные фундаменталисты-коммунисты правят в Советском Союзе, готовые противостоять Соединенными Штатами из-за Саддама Хусейна. И в этом он ошибся. И в этом смысле я оказался причастен к этому действительно важнейшему переломному моменту весьма своеобразным образом. Я работал журналистом, корреспондентом комсомольской правды на Ближнем Востоке, но это был август, 1 августа 90-го года, когда Саддам ввел свои войска в Кувейт, оккупировал Кувейт. И 2 августа на страницах самой популярной еще советской газеты вышла моя статья под названием «Багдадский вор». И вот это событие, она стала событием, да, это название, если угодно, стало событием, которое, признаюсь, не я его дал, это уже на выпуске, но тем не менее подпись была моя, и я от него не отнекивался и не отнекиваюсь до сих пор. Вот, оно стало переломным в информационном плане, да, психологическом, что поддержки автоматически, это был послан сигнал, никто поддержит нас не будет. Потом уже Шеварднадзе встречается с Бейкером, обсуждают вопросы о принятии резолюции по противодействию агрессии Саддама Хусейна и, соответственно, освобождение Кувейта. Вот, а психологически вот такой момент, это было шоком для них, это было шоком для иракского посольства. Статья вот под моей фамилией. Давайте все-таки вернемся к биографии, мы говорим о жизнях замечательных людей, вот давайте вернемся к биографии, сейчас посмотрим небольшой биографический сюжет о Саддаме и снова вернемся к разговору о том, что это был за человек. Саддам слишком поздно начал учиться в школе и долго оставался отстающим учеником. Из-за плохих отметок, будущий иракский лидер в 16 лет не смог поступить в Багдадскую военную академию. Отсутствие военного образования ставило жирную точку в его карьере, в одной из самых важных в стране сфер. А рядом с его коллегами и родственниками в военной форме порождало у него чувство неполноценности. Однако, парадоксальным образом, именно этот факт продвигает Саддама к желанной власти. После осуществления в Раке успешного переворота партии социалистического возрождения, премьер-министром и верховным главнокомандующим назначается Ахмед Хасан Аль-Бакр. Именно он и делает Саддама Хусейна своей правой рукой. Хусейн становится заместителем председателя Совета революционного командования. Оба родственники, оба родом из Текрита. Давно и хорошо знают друг друга. Саддам уже был заместителем Бакра в региональном управлении партии с 1966 года. Бакр внимательно следил за развитием Хусейна с его детства, в доме Хейла Раха Тульфаха, до тех пор, пока тот не стал умелым аппаратчиком в высших органах партии. Это в глазах Бакра было порукой надежности Саддама. Не менее важным для премьера было то, что у Саддама не было никакого военного образования. Печальный для Хусейна факт нравился президенту Бакру, так как хроническое отсутствие единства в партии привело к возвышению военной группировки. Достигнув высшего положения в стране, Бакр больше не нуждался в поддержке армии. Наоборот, опыт подсказывал Бакру, что честолюбивые независимые офицеры вокруг него – это смертельные угрозы. При таких обстоятельствах безжалостный, но надежный работник Саддам Хусейн, который также стремился разрушить господство военных в иракской политике, казался ему идеальным человеком номер два. Ну, я так понимаю, что и этот расчет на Хусейна тоже оказался не совсем разумным и справедливым. Вот кроме целеустремленности и ранних травм детских, что еще способствовало тому, что он не только захватил власть, ведь перед ним там есть целая череда разного рода переворотов, но и удержал ее так долго и потерял только в результате воздействия на эту политику одной из крупнейших сверхдержав. Что держало его на самом верху так долго? Жестокость. Это жестокость во всех ее проявлениях. Идеологическая. Я упомянул, что, допустим, именно Саддам Хусейн ликвидировал коммунистическую партию де-факто. Причем варварским способом. Я не уверен, что есть смысл рассказывать, как он расправлялся. Можно, да? Конечно. Ну, тогда, скажем так, привязывал активистов к вентилятору и расплюстывал на потолке, в специальных комнатах, раскатывал катком, то есть каток как метод решения человеческой проблемы. Нет, человека нет проблемы. Я надеюсь, мы вернемся к этому сталинскому тезису. И Сталину как идеалу Саддама Хусейна. Это принципиально важно. Собственно, что удерживало Сталина? Вот, пожалуйста, аналогия. Может быть, даже и не стоит сильно распространяться. Не только это, это, мне кажется, что... Сталина идеал его, он в этом признавался. Вы понимаете, не так все однобоко. Ведь что такое была большевистская партия и коммунистическая партия, в том числе и у нас, помимо жестокости, которая, безусловно, была, методов спецслужб, которые каждый второй стачал, там, ну, все понятно, да? Было еще и то, что была мощная социальная демагогия, да, так сказать. Были реальные вложения в здравоохранение, о чем говорил наш человек, который звонил. Была реальная промышленность. Но Саудовская Аравия не может похвастаться промышленностью, кроме нефтяной, которую держат иностранцы на иностранных территориях. Огромная? Нет, нет, нет. Он строил каналы, он строил фантастические дороги. По Ираку едешь, вот из Иордании въезжаешь, в Иордании пыль и вот такая дорога, да? Ты едешь, так сказать, не знаешь вообще, живой ты останешься, идут встречные ночью, особенно машины, въезжаешь в Ирак, трассы, построенные дороги, так сказать. Но это все-таки не то, чтобы промышленность, да? Нет, нет, это промышленность. То есть у него, опять же говорю, советская модель, тресты строительные, агрохимия, сельское хозяйство, институты, в которых учились инженеры. То есть техническое образование для арабских стран не очень принятая тема. Прямо скажем, арабский инженер не самый популярный в других странах уж точно, да? А у него была эта система. И даже было, знаете, позорище. Я помню, в 94-м, 95-м году привозил наших бизнесменов, которые пытались что-то делать, да? Какое-то оборудование. Привозишь их к директору. Ну, сидят пацаны молодые. Ну, заработали деньги, взяли какой-то актив в России. И перед ними директор, который говорит, а вы с какого завода там? Ну, грубо говоря, там, с Владимирского, Рязанского, да? А, так там, Иван Иванович директор. Как у него дела? Тот говорит, да нет, он сейчас не директор. Ну, а главный инженер Тараво работает. Так а какие станки? Что вы предлагаете? И начинается разговор. Наши ничего не могут. Ну, поскольку тогда были времена такие. А перед ними садятся замдиректоры, этот. Все прекрасно знают про станки все. Все в материале. То есть, это люди, которые 20-30 лет занимались, так сказать, промышленным производством и так далее. Поэтому, конечно, все, что было сказано, был. Никто не отрицает и химические атаки на курдов. Все это. Но это так же сложно, как со Сталиным. А были и здания МГУ и так далее. И вот это вот странное. Но что опасно понимать, почему сейчас, я думаю, садамовский дух жив в части Ирака. Потому что это матрица. Это матрица. Которая самовоспроизводится. Она воспроизводится. Это психология людей. Это не просто однопартийная система. Нежелание допустить оппозицию. Все это по нашему образу. Знаете, вот я думаю, что... Телевидение. Включаешь, все понимаешь. Сейчас прекрасный эксперимент проверить, чья точка зрения внутри Ирака была более понятной. У нас есть связь по скайпу с Азовик Худеиром, гражданином Ирака, который, если я правильно понимаю, по-русски рассказывает нам, может рассказать нам, как жилось простому населению в Ираке. Можно нам? Обучение, например, бесплатно было. До любого уровня. В начальной школе, в средней школе, в университете все было бесплатно. У нас здравоохранение тоже было бесплатно. В основном люди жили, как я скажу вам, спокойно. Например, по сравнению сейчас, люди жили спокойно в Ираке. Сейчас, например, в Ираке человек сможет находиться на улице, но он не уверен, что он вернется домой целым. Человек не уверен в будущее, что будет дальше с его родителями, с его детьми. Абсолютно правильно. Правильно сказано. И вот это же и наш выбор. Это же, ну и где-то, где-то. Не совсем. Это выбор части людей, которые вот вписаны в эту матрицу. Все, что он сказал, я попробую, так сказать, смикшировать одним словом. На тюремной зоне и в концлагере тоже все бесплатно. И зоны разные бывают. Есть предельные зоны. Есть зоны. Но люди вообще-то стремятся к тому, чтобы жить в нормальном обществе. А вот та система, отвечая на вопрос, как ему удалось ее так долго удерживать, и аналогия со Сталином, она очень простая. Ставка на спецслужбы. Причем не на армию, да, армия сбоку, и там проблемы с армией в отношениях, перетасовка генералов, нет уверенности. Только спецслужбы. В основном на спецслужбы. Система контролирования друг другу спецслужбы. Чуть ли, ну, условно, да, образно, настолько сильно и интенсивно пронизывала система спецслужбы общества, что, может быть, образно, повторяя, каждому иракскому гражданину был представлен спецслужбист. Вот. Это не специфика Ирака, это специфика Сталинского союза. Нам это так знакомо, нам это так знакомо, поэтому... Ой, и нынешней сирийской системы тоже в значительной степени, вот, в отличие от египетской, где было не совсем так. Не совсем так. Вот, а жесткость, я имею в виду степень жесткости, интенсивности этого режима, который пронизывал все и вся, но давал, конечно, что-то поесть и бесплатно все, что было перечислено. Наверное, часть людей это устраивало, но мы видим, как сейчас бутует арабский мир, которого всегда было что есть, вот, всегда, во многих случаях была возможность получить бесплатное образование, но система диктатуры, система диктата, система закупоренных сосудов для социального продвижения этих знаменитых лифтов, вот, все это, безусловно, толкает людей к протестам. Это то, что мы видим сейчас, тогда это тоже было и жесточайшее подавление протеста. При Саддаме и Кусейне не могло быть никаких тахриров. Да, да, да. Вот. То есть, три столпа, давайте еще раз, так сказать, их выстроим, да? Это пронизанность общества с сперсслужбами, жесткий контроль над любой, жесткий контроль над любой активностью, как частной, так и общественной. Это социальная демагогия, мне очень понравилось это определение. Подкрепляемая, подкрепляемая практическими шагами, не так просто говорить. Да, так сказать, а дальше вы не будете сказать. И, конечно, пульт личности с бесконечным обожествлением, упоминанием. Меня больше всего потрясло, потрясло рассказ, что когда они восстанавливали вавилонские древности, на каждом четвертом, кажется, кирпиче было клеймо, построенное в эпоху Саддама. Вот именно. Вот это уже такая, вписать себя наравне с библейскими какими-то властителями. Вот, это принципиально важно. Даже в отличие от Сталина. Это восточный. Восточный, потому что Ирак, это вот Вавилон, Ирак, это в истории, это Салахиддин, Саладин, как угодно называют. То есть, лидер арабских племен, арабских стран, условно, нет тогда, собственно, стран, особенно нет. Вот, племен, скорее так сказать, которые боролись с завоевателями, за выживание, и в конечном счете это стал арабский герой истории. И он, Саддам, попытался воспроизвести его современности. Давайте попробуем еще раз обратиться к лаборатории Spirit.net, которые пробуют обратиться к информационной матрице Саддама Хусейна. Саддам Хусейн? Саддам? Я, я. Один такой. Что ж, давайте продолжим. Вот вам удалось продвинуться от безвестного члена партии до второго по влиянию лица в Ираке. Менее чем за 10 лет. В 31 год вы уже могли взирать на свою политическую карьеру с чувством удовлетворения. Ну а вот вообще это судьба или результат четкого просчета? Как вы это расцениваете сейчас? Дядя Хейроллах – мой золотой ключик от этого мира. Когда я мальчикам спрашивал родственников, где он, ответ был один – дядя Хейроллах в тюрьме. Он был военным офицером, единственный приличный человек в нашей семье Отребьев. Я брал пример с него. Открыв дверь этим ключом, дальше по дороге я пошел сам. Вы намеренно выстраивали свой путь по канону известных большевиков-революционеров? Сейчас, конечно, вспомните, как я подверг себя строгой дисциплине, вставал рано, упорно работал, много читал. Был одним из основных выступающих перед товарищами по тюрьме. Ну, вы знаете, вас просто часто называли братом Сталина. Вы действительно подражали ему, особенно на пути создания культа личности? Было такое? Послушайте, ведь ваш Сталин не первый все это придумал. Да, в момент прихода к власти я прокатал несколько шумных дел о врагах народа среди партийных лиц. Использовал эффект внезапности среди своих, когда на заседании Контра сама вдруг признавалась в тайном заговоре. Но такова стратегия любого жесткого правителя. Играть только по древним правилам. Вас заклинило на Сталин. А в Румынии был, например, Влад Цепеш, колосожатель, которого ваш гламурный проамериканский мир называет по глупости вампиром Дракулой. Таким образом, вы хотите сказать, что все тираны примерно одинаковы? Сах, вот чем ад от рая отличается. Сигары здесь плохие, высохшие. Конечно, все мы разные. Влад Цепеш, тот рядом с застольем, ряд кольев ставил. Кто во время пиршества не то скажет, сразу на кол. Кто поморщится, туда же. Зато одна его маленькая Трансильвания дала отпор всей атаманской империи. И у колодцев при нем золотые чаши висели. Никто и не думал украсть. У вас, при Сталине, золотые ведра у деревенских колодцев висели? Нет. Вот и не надо мне его в пример ставить. Все, перекур. Спасибо, Саддам. Пожалуйста, не исчезайте. Мы скоро вернемся к вам. Спасибо большое, Григорий, за эту замечательную возможность задавать вопросы Саддаму Хусейну, пусть даже в виде информационной матрицы. Обидная фраза прозвучала про то, что у нас при Сталине золотые ведра при колодцах не висели. Сталин и крали, ну, не как сейчас, но крали всегда. Вот эта часть у нас всегда работала, так сказать. Причем мне отец рассказывал, как в 49-м году он пришел на железную дорогу работать. Его позвал начальник станции, еще был Сталин уже. Вот, и сказал, слушай, у тебя там большие перспективы. Ты там молодой парень. Нам назначить, ты, наверное, куда-то пойдешь там учиться или что-то. Ну, слушай, не ходи сюда, не надо. Мы тебе будем зарплату и так платить, там, два раза в месяц. Еще что-то из харчей дадим. Тут у нас своя жизнь. А он должен быть весовщиком был, отец работает, так сказать. Да, не надо, не надо. Вот это все у нас, своя жизнь. Душу в сторону, и нормально. И знаешь, у нас случаи еще бывают неприятные на станции, да, там, что-то упало на голову. Знаешь, как это, разгружают люди. Вот такой был разговор, отец понял сразу, да. Если вернуться к Ираку и его лидеру, вот там население было действительно, ну, как следовало из официальных реляций, предано лидеру, или это так выжимив, как во всех остальных? Ну, нет, ну, как в Советском Союзе все были преданы Сталину, ну, конечно, нет. Все любили Брежнева, ну, конечно, нет. Но официально любили. Дело в том, что при Сталине чуть больше его любили, если говорить о каких-то усредненных показателях и о реакции на его смерть, да, это все очень показательно. Любили, конечно, больше и искренне выходили на улицы, и эти ходинки 1953 года в Москве устраивались ненамеренно по выплеску искренних чувств людей. Это одно. Другое дело Саддан. Другое, ибо по времени он не так долго, то есть при нем еще не сменились поколения, одно может быть поколение, да, 79-го года, 79-го года. Прошу прощения, мы работаем в прямом эфире, у нас есть звонки от зрителей. Давайте мы... Он уже при Альбакре был серьезный парень. Алло. Добрый день. Здрасте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Татьяна Шумихина. У меня такой вопрос, вернее, несколько вопросов. Как вы считаете, справедлив ли приговор, вынесенный Саддаму Хусейну и приведенный в исполнение? Или же это просто очередная демонстрация американцев показать свою власть и всесильность над миром? И такой вопрос, это, наверное, основной, почему Россия не вмешалась в этот процесс? Позиция и республика России – это предательство, трусость по отношению к Хусейну? Или это просто политическая необходимость? Спасибо большое. Спасибо, простите, что немножко быстро просто экономим время. Вы знаете, позиция России – это вопрос выбора определенного. Ну, Россия с 91-го года поддерживает партнерские отношения с Западом. Как бы мы ни говорили, какой бы риторикой ни прикрывались, мы все-таки развиваемся в отношении интеграции в сторону Запада. Иногда непоследовательно это делаем. Поэтому в этом смысле идти на открытое обострение и на спасение Саддама… Как вот говорил Александр Ильич, Саддам надеялся, что мы встанем на его защиту и… Да, он очень надеялся. И только на нас. И войдем в конфликт. Ну, на Ельцина не надеялся. Он считал Ельцина американским агентом. А вот с Путиным он получше к нему относился. И надеялся какие-то изменения. Более того, поддерживал определенные связи с партией «Единая Россия». О чем он, может быть, она не всегда сейчас вспоминает, но он очень стремился к этому. Интересно можно было вспоминать. И последнее, любили ли Саддама? Нет, не любили в таком среднестатистическом показателе. Ибо вторжение и вхождение американских, прежде всего, войск в Багдад показало, что народ вышел, по сути дела, встречать и приветствовать оккупантов, назовем их как угодно. Ну, как угодно, как есть. Вот, иностранных солдат. И охотно свергали статуи Саддама. Это все зафиксировано. И, в общем, это была значительная часть людей, если не большинство. Проявило так реальное отношение. Вот, то, что было потом, это неважно. В смысле, это другой вопрос. Не имеющий отношения к данному сюжету. Второй момент. Справедлив или несправедлив приговор? Приговор абсолютно справедлив. Более того, существует, опять же, такая матрица или стандарт восприятия всего того, что произошло в отношении Саддама Хусейна. Считают, что это чуть ли не американский суд присудил. Вот, или судьи иракские марионетки. На самом деле, американцы даже пытались попридержать. Во-первых, они его держали в стороне сами, чтобы его не растерзали на части, как растерзали Каддафи, как мы знаем, под своей охраной. Во-вторых, они были против смертного приговора. Об этом многие свидетельствуют. Но занимался этим вопросом исключительно иракский суд, который учитывал настроение людей и требования, разумеется, противников, требования поверженного диктатора судить и приговорить смертные казни в самом крайнем варианте. И даже снимал его на видео иракский солдат, иракский исполнитель, тюремный сотрудник, вопреки всем указаниям, чтобы показать, что он при этом был, что он это видел, и потом бахвастаться, как молодой повстанец, который стрелял в Каддафи, и потом бахвастался, что это он, это он, это лично он. Вот такие штрихи к этому моменту, и в отношении этой ситуации их нужно иметь в виду. Далеко не все в Ираке, даже в той ситуации, определяли Соединенные Штаты. Общую атмосферу, общую консультацию, общий контроль, да, но не конкретные. И в отношении Саддама были расхождения... Казнили Саддама не злобные американцы. Не злобные, да. Но к казни мы еще вернемся. У нас есть еще один звонок, еще одно мнение по телефону. Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики. Ну, там Хусейн изначально был садист, был, очевидно, с нарушенной психикой. Я посмотрел его детство, без отца воспитывался, нищетем, побоем, унижением. Вообще не хотел его родить. То есть у него изначально было заложено там и шизофрения, и паранойя, и так далее. А когда он попал в вершину власти, то эти все физические его недостатки, психические, они превратились в государственную политику. Саддам Хусейн – порождение холодной войны. То есть он использовал и руку с Западом, США. Когда ему было нужно, он сотрудничал с Советским Союзом, Россией. Главной его цель все-таки была власть, диктатура, удержание власти. Алексей, насколько вот это мнение, Саддам Хусейн, есть порождение холодной войны. Насколько вы готовы... Ну, все политики того времени, порождение холодной войны, той обстановки, которая складывалась. Здесь ничего не убавить, не прибавить. А что, есть другие какие-то. Это было то время, и люди действовали в тех обстоятельствах. То, что он играл между Америкой и Россией, что в этом все играют. Я тоже пытаюсь кого-то использовать, меня хотят использовать. И в этом и есть политика. Есть нюанс. Ну, скажем, там были жесткие союзники СССР, и союзники стран Запада, США, условно говоря, Саудовская Аравия. Она же не баракталась, не шаталась между СССР и Саудовской Аравии. Ну, обстоятельства так складывались ее, да, так сказать. Все же действуют предлагаемым обстоятельством. А Саддам именно колебался. Будучи порождением холодной войны, будучи, так сказать, порождением Советского Союза, в значительной степени, как мы уже говорили, тем не менее он играл на два фронта. И вот в ситуации войны, во время войны против Ирана он пользовался немалой поддержкой Соединенных Штатов. Вот. И именно это и позволил... Он, похоже, до конца не верил в то, что его действительно казнят. Да, да, да. Ну, я думаю, что... Любой человек борется до последнего, особенно сильный человек, каким он был на самом деле. Но судьбу свою он понимал. Он понимал еще в 90-х годах, что, конечно, надежды появились. Вот с нефтью в обмен на продовольствие и так далее. Но, с другой стороны, он понимал, что с республиканцами он не договорится. И здесь иллюзий не было. Давайте включим еще раз лабораторию «Спиритонет». Саддам Хусейн? Саддам? Я здесь. Позвольте, все-таки задам вам главный вопрос по просьбам телезрителей. Каков кратчайший путь к счастью? Палка со смолой. Короче, некуда. Перестанут бить, и ты уже счастлив. Хочу, с вашего позволения, прочитать вам сообщение с форума, нашего форума. И «Спиритонет» пишет вам Коля Демин, 13 лет, из Новосибирска. Итак, письмо следующее. «Товарищ Хусейн, меня все время обижают в школе. Как стать сильным, а потом диктатором?» Сынок, какой трогательный вопрос. Диктатор – это очень плохо заканчивается. Но ищи своего врага. А если его нет, создай. Враг будет разбит, победа будет за нами. Спасибо огромное. Надеюсь, что Коля понял ваш месседж. Товарищ Хусейн, к чему вы стремились? К объединению арабского мира. И, конечно же, я стремился сделать свой народ счастливым. Лишить его всего. И только тогда любая поблажка счастья. Бьешь палками и камнями, как вы себя чувствуете? Лучше? Пожалуйста. И вот они счастливы. Сах, схожу со связи. Спасибо вам за откровенность, Саддам. Доброй вам ночи. Наш сеанс связи из Перетенет с астралом иракского лидера завершен. Спасибо, Григорий. Замечательная возможность задавать Саддаму живые вопросы читателей с форума. Если очень коротко. Вот мы сейчас, к сожалению, в таком сжатом телевизионном формате пробежались почти по всей биографии. От палки со смолой до казни через повешение, которое он никогда не верил. Ну, упустили ряд реальных преступлений, которые он совершил, применяя оружие массового поражения против собственного народа. Все это должно прозвучать. Иначе действительно сложится какая-то идиллическая картина. Это операция Анфаль, в результате которой около 200 тысяч, 182 тысяч курдов было уничтожено... Гонение на шиитов. Да, это гонение на шиитов, это уже в порядке вещей, регулярности. То есть он сохранял страну именно с жесткими репрессиями. Репрессиями. Методы даже, это слишком общее слово. Вот. Но еще очень важно, на мой взгляд, подчеркнуть для характеристики его личности и всей ситуации и состояния страны тогда и сейчас его оторванность. Вот именно ощущение себя поднебесным жизнью. Оторванность от реальности, когда он действительно не мог уже... Александр Ильич, в прямом эфире у нас осталось 20 секунд. Прошу прощения. Алексей Валентинович, вот последние 10 секунд. Кто был Саддам Хусейн? Как замечательный человек. Почему мы сегодня вспоминаем этого человека и не можем не вспоминать? Это был один из крупнейших лидеров Ближнего Востока того времени. И я думаю, что вряд ли в ближайшие десятилетия появится нечто кто-то, кто по объему власти может быть сопоставлен с Саддамом. То есть, если бы его мать сделала аборт или он был убит, а не ранен при покушении, то не было бы такого лидера и такого диктатора. Был бы Исад Ибрагим, мой товарищ. Спасибо большое. Мы почти вписались во время. Сегодня мы говорили о Саддаме Хусейне, фигуре замечательной, страшной, пугающей и привлекательной. Это программа «Жизнь замечательных людей», таких, каких нельзя не замечать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова